МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь поступает более усовершенствованный, более качественный аппарат, высокопольный. То есть, если раньше многие какие-то вещи мы не видели по результатам проведения МРТ на сегодняшнем аппарате, то теперь такая возможность появится. Мало того, планируется проведение магнитно-визорностной томографии под наркозом, что для детей очень актуально. Раньше в области у нас такого не было. Кроме этого, на ремонт здания клиника диагностического центра будет потрачено 18 миллионов рублей. Почти 5 миллионов пойдет на создание современной колясочной, пандуса, зоны кормления, неотложной помощи, открытой регистратуры. Работа началась с 5 августа, закончится 1 ноября. За это время выполнены на данный момент все демонтажные работы. Идет замена отопления и выполнена практически на 80%. Идет замена электропроводки и начинается штукатурная работа и подготовка к малярным работам. В центре будет создана комфортная атмосфера для пациентов, а приобретенное оборудование позволит улучшить оказание медпомощи детям. 1 ноября обновленный современный клиникодиагностический центр распахнет свои двери для 10 тысяч маленьких посетителей, которых принимает ежемесячно. Напомним, до 2024 года на территории области будут реализованы 7 из 8 направлений нацпроекта здравоохранения, направленных на выполнение поручения президента Российской Федерации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новость Улправда ТВ. Новость Улправда ТВ.